Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Живого ТВ программа Живьё. Я её ведущая Кореи. Мы ведём прямую трансляцию из московского FM-клуба. Я представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Просто можно сказать, лицо русского рока, легенда русского рока, музыкант-инструмент, музыкант-мультиинструменталист, участник таких легендарных коллективов, как Аквариус, Наутилус, Помпилиус и Юпитер. Олег Сакмаров! Ура, товарищи! Олег, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Наши телезрители приветствуют вашу группу. Группа называется Сакмаров. Я сейчас её просто представлю вам обычно. Все они мои друзья. Шура Горальдович. Горальдович. Я отойду, чтобы было видно нашим телезрителям. Просто ангел. Андрей Чуркин. С Андреем сейчас произошла интересная история на стройке нашего коллектива. Уже транслировали. Звонит ему папа, звонит ему сын и говорит, папа, тебя какой-то дядька в красной рубашке загораживает. Потому что мы сделали свои выводы из этого. Легенда, лицо русского рока, лидер группы «Зёрна» Анатолий Погодаев. Олег, недавно в клубе «Икра» состоялась презентация вашего сольного альбома, альбома вашей группы. Альбом называется «Шликопряд». Совершенно верно. И как пошла презентация? Какие остались ощущения? Ощущения остались самые романтичные. Был замечательный вечер с прекрасной атмосферой. Были близкие друзья. На сцене выступал писатель Василий Аксенов под наш аккомпанемент. Наша группа «Пелая песня», группа «Картуш», «ХЗ», «Найк Борзов», «Утимальный вариант», «Сонгли Мура», «Зёрна». Надеюсь, что я никого не забыл. Был замечательный рок-фестиваль. Именно такой, как и должны быть нормальные рок-фестивали. И вышла пластинка. Спасибо фирме «Геометрия», которую я выпустила. Спасибо «Легендам Крым», которая сделала всё, чтобы она вышла. Они же, впрочем, «Живое телевидение» показывала тоже это всё. Да, просверовали. Почему «Шликопряд»? Странное название достаточно. Есть ключевая песня в альбоме. И там главная ключевая фраза. О трагической неразделённой любви. «Мы с тобой, как два непарных шелкопряда, Разместились далеко над опрядом». Шелкопряд – это мистическое животное, которое непарное имею в виду. Каждая тварь по паре, как говорится, сама за жизнь должна быть. А если эта тварь не парная, ну пускай же она станет наконец-то парной. В общем, для этого рок-фестиваль существует, чтобы все объединились в экстазе любви. Тогда я предлагаю первую композицию как раз-таки ослушать, сыграть шелкопряд. Я напоминаю, что вы смотрите нас на сайте www.tv-l.ru. На сайте серии. Сейчас давайте ваши вопросы. «Мы с тобой, как два непарных шелкопряда, Разместились далеко над опрядом. И я устал тебе, мой другом, просто братом. Позови себе наветку, позови. Позови себе наветку, назови. Позови твоя победа, пулюди. Позови мои наветки, улови. Позови себе наветку, как мои знания и бири, Так хочу с тобою стать как марна, По волдам качаться в нежных уграх вниз и осундать себя Под слимельюе океана, Трителямать с тобой-то в Dietar Free in the Faith, Позови себя, молодой, позови Позови своим подразам, позови Уруби твое сученье, уруби Улади мои ученья, улови Свои а�ты, болей я саму астом Свои акции, болей в прекрасных базах Он видно, запросусь в лучшем перекраске Ты захочешь отразить, будь ты утром Субтитры создавал DimaTorzok 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 На эту тему есть замечательный анекдот Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Поехали! 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 Да, здесь такая загадочная атмосфера. Вот вы на экране своих телевизоров не видите, наверное, здесь полумрак, как такие лампочки красивые мерцают, и что-то происходит там загадочное. Очень так это все волнительно. Олег, у меня назрел еще один следующий вопрос. Вы играете сейчас свою музыку, но помимо этого вы все равно играете еще в нескольких группах. Я стараюсь играть в группах в небольшом количестве. У меня был в жизни очень сложный период, когда мне по 4 года одновременно приходилось играть в аквариуме и наутилусе. Группы были с большим количеством гастролей, таких концертов важных. И как-то я играл самые важные концерты с аквариумом, с наутилусом. Хотя где важнее, где не важнее, непонятно. И тогда для журналистов была запущена байка, что в этих группах играют братья-близнецы. Один такой вот расписной, красавец такой вот, в аквариуме, такой с ленточками, с ляночками, с рюшечками, в рясах такой. А второй внаутилусе весь в черном, в кожных штанах, в черных ботинках. Такой тяжелый, суровый русский рок играет. Эти братья-близнецы настолько в детстве пошли разными тропинками, что друг друга теперь не признают, ненавидят. Насчет последнего я приврал, конечно. И, знаете, многие верили. А сейчас я играю на клавишах и на духовых инструментах очень интересной молодой амбициозной группе. Картуш называется. Группа уникальна тем, что ее лидер, известный автогонщик, который всякие замечательные вещи на своих порядках проделывает. Андрей Вертузаев. И мне интересно совместить музыку и автогонки. Обещали даже меня покатать немножко. А сами не пробовали гонять? Ну, я пробовал. Сюда мы ехали по московским пробкам. Это такая обратная формула-1. Мировые рекорды по медленному передвижению по пространству на четырех колесах устанавливаются. Поэтому наш эфир сдержался, между прочим. Потому что Москва стала в транспортном коллапсе. И, слава богу, все будут скоро пешком ходить. Скоро отключат электричество. И клуб замечательный ФМ вынужден будет переименоваться, например... Ну, что безэлектричество ФМ? Он будет называться, например, избушка на куриках на ушках, например. Или, например... Подскажите, как он будет называться безэлектричество? Охотничьи избушка. Вот, подсказывают, да. Здесь вместо лампочек будут свечи везде стоять и на улицах забивать кабанов и вносить их. Тогда уже пещера. Да, вот на морде она показывает, что пещера. А, пещера. Пещера был уже клуб Каверн, назывался в Ливерпуле, в котором Битлз вначале. В общем, тема хорошо замкнулась, между прочим. Да, вот и подошли к Битлз. Да. То тоже легенда. Битлз мы играть не будем. Хотя мне регулярно снится сон, что меня пригласили играть в группу Битлз на гастроли, и я поздравил самолет. Вот, кстати, по поводу игры, песен других групп. Вы играете иногда песни Аквариума или песни Нутилуса? Мы играем иногда для особо исключительных случаев, то есть для себя. Сейчас мы их не будем играть, пускай они сами свои играют, они замечательно с этим отправляются. А у нас есть свои песни, которые нам хотелось бы сыграть. Многих, наверное, интересует вопрос касательно вашей такой вот интересной косички. Откуда это? Это пульт управления мною, пульт управления мною, особенно близкими людьми. Иногда дистанционное управление отказывает, знаете, батарейки садятся, и тогда наручное переходит это. Это как вошли, значит, налево пошел, налево, направо, прям. Хотите попробовать? Да. А я думал, они согласились. Так, давайте мы сделаем небольшую музыкальную паузу, а нашим следователям я предлагаю зайти в чат на сайте www.tv-l.ru и не только пообсуждать качество звука и текста песен, но также задать вопрос нашим музыкантам. Песня называется «Крымские вина». Она о крымских винах. Здравствуй, ингредиенты Крыма! Ура! 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Олег, такой вопрос еще. Когда вы стали писать собственные стихи? Субтитры подогнали Симон. 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 Хотела сказать, почесать. А Шура? Ну, я к нему еще вернусь. Я предлагаю вам вернуться все-таки. Да, хорошая идея. Вот такой вопрос. Есть у вас песенка такая на альбомчике про старушку герой Достоевского, Раскульникова? Есть такая песня, да. Да, а вообще отношение к литературе? Читаете много? Да, я читаю очень много. Я люблю литературу и пользуюсь взаимностью. И она меня читает очень много. Я вообще иногда себя литературным текстом считаю. Кто-то меня в своем времени читает, кто-то меня... Пишет? Пишет, кто-то меня показывает. В общем, так это очень интересно себя литературным персонажем ощущать. Я регулярно занимаюсь этим. А откуда пришла идея так смешать в одной песне Раскульникова, Негина, Часкова? Это мне Вадим Мерзоев сказал. Мой друг и продюсер группы, музыкальная продюсер группы Раскульникова сказал, что я должен быть ближе к народу. Вот я сочинил песни про персонажа, которые все знают. Давайте... Я понимаю, к чему вы везете. К тому, чтобы я спел эту песню сейчас. Ну да, конечно. Вы все мне планы рушите, потому что я совсем другие песни хотел петь. Ну хорошо. Если женщина проволосит... Раскульников бросил в топор и запал бы старушку, А мог бы скупить свою лужу за так заполушку. Их с детства учили, братва, не стреляйте друг в друга. Они с детства учили, братва, не стреляйте друг в друга. Их с детства учили, братва, не стреляйте друг в друга. Их с детства учили, братва, не стреляйте друг в друга. И в отверстие, как зайти сладкая вагон В туманку нужна любовь В гестапо покое, в камине леет зала Радистка, штирница, главный свой шипрак, давай В возле холодильника, в душе струится вода А сотни волнеки, а пультичанскому, да В возле холодильника, в паре струится вода И на тайне волнений, а пультичанскому, да А мы, кто любит боль силы, не эффективно А мы, кто любит боль силы, не эффективно А мы, кто любит боль силы, не эффективно Любовь спасет, любовь поддержит И меня подвержен, и меня подвержен Торца рупорская волос И в туманку нужна любовь 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 Браво! 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 Живое телевидение, оно же живое. Радио. Мы с вами познакомились, когда вы были еще радио, теперь читали телевизию. Вот эти росты. Я позвучу немного голосом с небес, как у нас есть вопросы в чате. Вопрос первый. Почему ваши песни такие легкомысленные? Вы считаете, что в наше время это верный подход к слушателю? Как я рад этому вопросу. Как я рад. Вы не знаете, вот эфир нашего, дорогая Маша, которая задала этот вопрос, или там Вася. Эфир нашего родного отечественного телеобещания радио наполнен очень серьезными, очень метафорическими, сложными по содержанию текстами, которые сочиняют профессиональные мастера на фабрике звезд, на других замечательных местах. И когда послушаешь телевизор с серьезными, сложными песнями, очень глубокомысленными, хочется чего-нибудь легкомысленного. Вот поэтому мы такие легкомысленные и простенькие песенки поем, в общем. А еще, вот что вы думали, альбомы крутые выпускают. А сейчас я подойду микрофончику. Васильич хочет высказаться. Ну да, то есть каждый альбом, следующий вот у них выходит, и каждый крутой. Вот альбом сразу крутой уже. И говорят, круто выпускать альбом, сразу же крутой альбом. Вот, ну как, конечно, остается только вот петь легкомысленные песни. Сейчас мы еще пяток легкомысленных песен еще более легкомысленных споем, в основном про смерть. Так, и следующий вопрос. Почему музыканты слева от хронтменов голодных уборок, а справа без зомби? А вот пускай они сами ответят. Мне кажется, что они просто дебилюют, а ну это уж, пускай сами. Вот те, которые без шапок, ответят. Но эту шапку заменяют волосами. Музыканты без шапок. Вот Шура, ответит. Я просто не люблю головные уборы. Ну зато как симметрично, дорогой наш зритель задавший вопрос. Мне зато как красиво и симметрично. Знаете, о чем говорит, что нас действительно показывают и там что-то видно? Наши головы точно видно. Ну и головы видно, инструменты видно, и голоса слышно, что самое главное. А вот передавайте, теперь у нас будет другая сторона. Так, а вот еще тогда такой вопрос. Музыку привели родители или играли так на гитарке с друзьями в подъезде? Родители привели. Тоже посадили, наверное, за фортепиано. Хуже, за баян. Да ладно? Серьезно. А на баяне в группе играть не пробовали? Не пробовал, давно забыл уже привели. А вот кроме баяна и гитары чем владеем? Акустической гитары и электрическим баяном. Еще на ситаре пробовал играть, но плохо получается. Олег, когда вы начали, если женщина просит, я вспомнила про песню «Анане» альбоме. Она как входила в ваши планы сегодняшнего исполнения? В мои планы вообще сегодня ничего не входило. И поэтому я сейчас песню не буду петь. Она такая очень легкомысленная. Я спою песню серьезную, которая посвящена великим людям, которых с вами нет. В частности, она называется «Джим». Это имеется в виду не собака, которая ляла под джим, а совсем другой джим Моррисон из группы «Дорс», с которым связано много легенд. И песня обрела второй ярус смыслов весной этого года, когда скончался мой близкий друг Илья Кормильцев, поэт-автор текстов. И вот эта песня сложилась, и в средней части такой рэп этой песне посвящен конкретной памяти Кормильцев. А я сейчас уйду на… А не против, если мы стоим? Конечно, я буду только «за». Я сейчас уйду со сценой, при этом до этого напомню нашим телезрителям, что вы смотрите на сайте www.tv-l.ru. Возможно, вы досмотрите через «Карбину» или через «Time Zero». В любом случае, заходите на сайте www.tv-l.ru, заходите в чат и давайте ваши вопросы. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Аутентичная латиноамериканская танго У нас песня вообще не в ритме танго только называется она так вот А я вот недавно по телевизору какой-то кусочек фильма увидел где очень грустная какая-то полковная милиция женщина танцует с клиентом из уголовного мира танго это очень здорово мне очень понравилось интерьер клуба и крапов я надеюсь что в клубе который мне очень нравится тоже будут танцеваться танго замечательные люди но пока мы просто сыграем вы можете танцевать? танцевать подъем с Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как вы однажды этим саксофоном напугали наших ведущих, живого ТВ. Как? Она пришла прямо в коридоре, в нашей студии, играя на саксофоне. Она была так поражена, что такой великий музыкант играет на саксофоне просто в коридоре. Он еще в туалете играет. Это вообще хорошая консерваторская традиция. Я когда учился в консерватории и жил в общежитии, чуть бы ему сказал, учился в общежитии, жил в консерватории. Можно и так сказать. Мы жили в Ленинградской консерватории по 4 человека в комнате. И со мной жил тубист. Знаете, туба такой большой инструмент. И он был спортсменом, у него был режим жизни такой, он в 6 утра делал пробежку. В 6.40 он начинал играть на тубе. В 8 стабл пиамис, начинал гаммы играть рядом. Делали, что друг другу не замечает. Ну, в общем, такая традиция. Поэтому с сих пор я иногда прихожу к вам и специально играю в коридоре на саксофоне, чтобы вспомнить юность. Но обычно же как раз в музыкальных учебных заведениях говорят, что нельзя играть, петь в коридорах и в туалетах. Акустика. Это только так говорят. На самом деле все поют в коридорах и в туалетах. Особенно в душе все любят петь. Я в душе никогда не пою, я это моюсь. А вот, кстати, где-то еще видела флейту. Вот флейта лежит на замечательном аппаратурном ящике, который называется колонка динамическая усилительная, портал. Вот, а флейта, она не связана с электричеством. Поэтому я сейчас на флейте играть с принципа не буду. Она лежит для вида только. Это Раэль в кустах, а бывает флейта на комбике. А сейчас я сыграю песню «Самоимбийство влюбленных на острове небесных сетей». Жизнеутверждающая суицидальная песня. Блюз. Да. Блюзик. Отлично. Очень логичный переход получился. Ну ладно, как уж могли. . Блюзик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На последнем совместном фото не будет глубоких морщин. Примем напиток, достойный большого финала. Сегодня праздник отпустим на волю нашего джина. Нашего джина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надеемся, дедушка старый, ему вот давно все равно. Он быстро заводит бурные ночи, жаркие сечи. Брызги шампанского трепетали снить, как в старом кино. Адские бездны, райские встречи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Твой поезд в Варшаву меня давно привлекает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА